Каким был Архангельск с 9 мая 1945 года в столице региона начала работать необычная выставка. Фотограф Владимир Кушневский запечатлел на пленку Архангельск в День Победы. Девять таких плакатов появились сегодня на рекламных конструкциях города. На них запечатлен Архангельск в День Победы 9 мая 1945 года. Таким необычным способом Краеведческий музей приглашает посетить выставку «Все для фронта, все для победы». Автор уникальных снимков – фотограф Николай Васильевич Кушневский. Также организаторы экспозиции призывают жителей города поучаствовать в необычной акции. Чтобы жители и горожане смотрелись в эти кадры, и может быть у кого-то возникнет желание включиться и вместе с нами написать новый дневник современной истории города Архангельска. Увидеть именно те дома, те улицы и попробовать 9 мая 2015 года сфотографировать, как выглядит это через 70 лет. Уникальный альбом с фотографиями Архангельска в День Победы – это давняя мечта самого Николая Кушневского. Сегодня ее воплотили в жизнь. Работники музея предлагают пройтись по улицам военного Архангельска глазами фотографа в День Победы. Первое, что мы видим – огромную карту в центре города. Это у сквера, где драмтеатр. Называлась она раньше Октябрьская площадь. Мы видим, во-первых, группу детей у этой карты. И, идя утром на работу или возвращаясь с работы, человек мог посмотреть, что же происходит на фронтах Великой Отечественной. Начиная с 1942 года, Архангельск не раз подвергался бомбежкам. До нас дошли лишь редкие снимки и показания очевидцев того времени. Например, говорят, что на водном канале некоторые видели просто фрагменты человеческих тел, оторванные руки, ноги. И вот бомба, которая попала в здание Алти, разбомбила библиотеку, и там находился еще госпиталь. А еще здесь уникальные снимки сотрудников иностранных посольств и радостные лица тех, кто дождался любимых с фронта. Желающие запечатлеть места, изображенные на этих фотографиях спустя 70 лет, могут отправлять свои работы уже сегодня. Итоги этого необычного конкурса подведут 18 мая. Артур Ромик, Сергей Земских, Новости РНТВ, Архангельск.